Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Добрый день, у нас добрый вечер. Подписывайтесь на наши каналы, комментируйте, нам интересно ваше мнение. И, кстати, подписывайтесь на канал Кирилла Задова, у него очень интересно, взгляд из Соединенных Штатов. Добрый день, Кирилл. Недавно, что ни о каких поставках F-16 речи быть не может. Теперь он заявил, что он не возражает, чтобы европейские страны поставляли. С чем это связано? Какие еще, так сказать, сюрпризы готовит нам ваш уважаемый президент? Ну, давай начнем все-таки сначала с предвыборной кампании. Итак, новый кандидат, новый старый кандидат. Чем это грозит Байдену, если грозит? Ну, вообще не совсем понятно, все-таки, почему десантец сейчас решился на это, учитывая, что многие эксперты говорили вслух, и я уверен, что его окружение тоже это произносило. Что не имеет смысла сегодня, пока Трамп активен, вступать в эту схватку. Он его сильно измажет дерьмом, без сомнения, во время этой схватки. А ему еще нужно губернаторский срок бы закончить лучше и идти на выборы через 4 года, а не сейчас. Потому что сегодня победить Трампа в республиканской партии, кем бы то ни было, очень сложно. Поддержка десантец, по-моему, всего 20% пока. Да, у Трампа уже больше 50%, как понятно, из-за того, что мы видим сегодня. Из-за информации, что есть в моем распоряжении. По крайней мере, когда эти опросы проводились несколько недель назад. Ну, там еще разные кейсы судебные могут повлиять. То есть, тогда получается, что это умно. Но пока эти кейсы не будут влиять или будут влиять только в обратную сторону, вот смотрите, какая охота на ведьм. У Трампа популярность будет, скорее всего, расти. Это мы уже понимаем. Мы же это видели в 2016 году во время избирательной кампании. Как это происходило на Праймаре. Что он делал? Свиную отбивную из других кандидатов, которые шли на эту позицию кандидата между республиканской партией. Он просто разрушал все. Все вокруг себя. Он как бы дозером проехался по ним по всем. Легко победил. Поэтому я сомневаюсь, что это было разумное, наверное, решение в этом году. В этом избирательном цикле. Но если он принял такое решение, наверное, были адвокаты того, которые говорили ему, давай, давай, давай. Потому что никто не знает, что будет завтра и дойдет ли Трамп до Финкальной прямой в любом случае. Поэтому я думаю, что пока, если верить, если все сходится, как сейчас, и популярность его на национальном уровне не будет так расти, как она растет у Трампа, в принципе. Опять. То я не вижу в этом большого шанса на успех. Я помню, ты говорил неоднократно о том, что если... То есть у Байдена есть только один шанс избраться президентом. Если Трамп. Да, если против него будет Трамп. Вот этот расклад остался? Ну, если остается Трамп как главный кандидат, то, конечно, да. Но. Да. Но. Если десантец, то как бы я считаю, что с Байденом десантец разберется. Я так думаю. Давай вернемся к действующему президенту. Он несколько раз повторял, буквально последние две недели назад еще говорил о том, что речи не может идти ни о каких поставках Ф-16 в Украине. И вообще это вообще... То есть не лежит на столе это. И вот сейчас, находясь в Японии на саммите G7, он как бы похлопывая по плечу президента Зеленского, заявил, что все нормально, значит, мы не возражаем против подготовки пилотов европейскими странами. Мы не возражаем против поставки Ф-16. Ну, сами они вроде как американцы не собираются поставлять. Но, тем не менее. Что произошло? Почему Байден изменил свою точку зрения? Я думаю, три момента. Первое, потому что, и это надо понимать, это всегда бывает, не произошло, это мы уже заранее знали, что для того, чтобы посадить пилота Ф-16, насколько я понимаю, надо как-нибудь 6 месяцев его учить. И вот только сейчас Америка дала добро на то, чтобы их учить Ф-16 пилотировать. И, значит, от сейчас еще плюс полгода. Я осмелюсь тебя перебить. А сейчас озвучили. А подготовка идет достаточно давно. Об этом... Насчет Ф-16 я не только разрешил. Байден только сказал, что вот только решение принято вот совсем недавно. Ну, как достаточно давно. Сунак говорил, когда Зеленский был в Лондоне, Сунак говорил, что они уже готовят. Месяц назад, может быть. Возможно. В любом случае, все равно это не сегодня, и поставки не сегодня. Это первый момент. К тому моменту что-то может проясниться и в театре военных действий, или начнется, или начнется какое-то наступление. Будет оно успешным, или будет оно неуспешным. Может быть, Россия предполагает какие-то действия, которые все это вообще сведут на нет. Все эти разговоры. Может, поставка этих Ф-16 вообще бессмысленная. И поэтому еще времени много. Это первый момент. Второй момент. Есть определенное давление с двух сторон на администрацию. С одной стороны, ну, простой, тупая причина военной лобби, как бы, американской ВПК. Да, он же понимает, что если европейцы отдадут свои Ф-16, то их можно будет поменять на Ф-35. И это хороший бизнес. Правда хороший бизнес. Это самая тупая, прямая причина, какая есть. Ну, боюсь, что она самая справедливая, эта причина. Возможно, возможно. Но на самом деле нет. Есть еще одна справедливая. Потому как... Потому как демократы в палате, они давят. Есть некоторые республиканцы тоже, кстати, которые это поддерживают и давят. И они говорят, что вот нужно дать все, что нужно. И дать все, что нужно, включая ТАФ-16. Я не уверен, что на самом деле это правда так. Да, на самом деле, мне кажется, то, что нужно сейчас Украине, это телефонный звонок Путину от Байдена. Это нужно сейчас Украине, чтобы дать им дышать, по крайней мере. Но министрация считает по-другому. В Конгрессе США считают по-другому. И, как мы помним, единственный момент бипартизанский, да, где обе партии объединялись последние там 7-8 лет, это антироссийские санкции. Вот реально. Если вы смотрите голосование в Сенате по любому проекту антироссийских санкций, 98 за. То есть такого единодушия мы не видели никогда. И это связано с отсутствием лоббистской деятельности стороны России. И тогда, и сейчас тем более, да. Удачной лоббистской деятельности стороны Украины надо отдать должное. И Польша, кстати, тоже. Поэтому я тут не вижу прям особо чего-то такого революционного. И плюс Кремль, вместо того, чтобы сказать, как он когда-то сказал, когда Польша сказала Америке, давайте мы свои МиГ-29 поставим. И Россия тут же заявила, что если это будет сделано, это будет значить, что Польша упрямляет участник военного конфликта. И тогда этот момент был отсрочен, про него забыли и перестали. А сейчас спокойно уже поставляет. Тут только не поставляет эти МиГ-29. Литва, по-моему, поставляет Украине свои. И Польша уже давно поставила все Которые-Ташевского договора. Короче, то, что Москва так вяло на это реагирует, если бы Москва заявила, ребят, если вы начнете посмотреть АП-16, все, кто будет это делать, будут считаться прямым участником конфликта. Но Москва же этого не говорит. И раз так, ну а чего не сдаться под давлением Зеленского? Чего не? Он так просит, он так хочет, он требует. Ну, чего не дать ему, не бросить ему эту кость? Так я это вижу. Кирилл, но ведь Москва несколько раз заявляла о красных линиях. Еще когда начиналось с Хаймарсов, вы говорили, что если будут поставлены дальнобойные, то это пресечение красной линии. Когда разговор зашел о тяжелых танках, о леопардах, говорили, что это пресечение красной линии. А в 16-е уже тоже говорили, что красные линии, но просто где это? Саша, но эти красные линии на песке. Вот, самое главное вопрос. Что и что тогда? Да. Надо же говорить не просто переход красных линий. Ну, переход красных линий. А что тогда после нас произойдет? Хороший вопрос. Ну вот, пока нет ответа на этот вопрос, то красные линии не линии, а не линии на песке. Ну, пока не серьезный разговор. А какой может быть ответ на твой взгляд? Можно я не буду прогнозировать то, что я могу прогнозировать? Я не хочу. Давай оставим это в стороне. То есть, самому страшно, да? Но, в принципе, неконвенциональные удары по территории Украины, которые могут затронуть и соседние государства, он же реален. Мы же понимаем это. Ну, собственно, это единственный вариант. То есть, ты говоришь... Не единственный вариант. Не единственный. Есть еще. Есть еще разные, я уверен. Есть... Я представляю себе примерно список вооружений. Я понимаю, что есть разные варианты. Просто далеко не все используются. И вообще... Кто-то говорит, что эти обстрелы, они на самом деле вот такие, потому что России нечем стрелять. Но у России при этом есть несколько тысяч на складе ракет С-300, которые можно использовать. И они это делают. Только в небольших количествах. В принципе, это можно использовать. И просто все это может совсем по-другому выглядеть начать. Вот о чем я говорю. Поэтому нет. Просто не обозначает Кремль позицию. То, как он это делает, оставляет возможности делать всем остальным игрокам, что они хотят. Это я пытаюсь сказать. А если бы он ее обозначил или еще того хуже продемонстрировал, совсем другой был бы расклад. Тогда невольно возникает вопрос. Твое мнение. Почему? Почему он не обозначает эту позицию четко? А, оставить себе руки развязанными. Не залезать на такое высокое дерево, на котором находится Зеленский сейчас, да? Оставлять возможные опции. Держать саспенс, да? Подвешенное состояние. Потому что это тоже влияет на нервы и на психику. Вот взорвали северный поток. Вот ударили дроном по Сенатскому дворцу в Кремле, например. Да? Ответов нет пока. Оно же, как всегда, любое государство, не мне тебе это рассказывать, оно говорит в тот момент, когда нам будет надо, мы ответим. И чем дальше эта подвешенность сохраняется, тем больше нервотрепки, на самом деле, для других игроков. Поэтому тут как бы, когда ты уже что-то сделал, уже интриги нет. А сейчас она есть. Так я вижу это. Я уверен, что Кремль ничего не забывает. И за каждое действие, которое он воспринял как личное оскорбление, что возможно, да? И таких было немало. Будет обязательно наказание. Она обязательно придет. В то же время Кремля наказание. Поэтому я не верю, что это как бы никуда ушло и никакой реакции не будет. Так же, как и на поставке Ф-16. Но объяснять, что конкретно они будут делать, они не хотят. Есть разные варианты конфронтационные. Не обязательно на украинской территории. Вон, мы видели в Сирии очень много американские летчики жалуются на то, что там происходит сейчас с российскими летчиками. У них сейчас непростые ситуации возникают иногда. То вдруг самолет прилетает на расстоянии 15 метров от другого американского самолета. Что является, конечно, в принципе, актом достаточно враждебным и очень опасным. Но русские умеют как бы это делать. И американцы, по идее, тоже умеют. Но это вызывает страх. Об этом пишут, что это бывает. И это участились эти все инциденты по репортам американских журналистов. Что стало чаще это происходить в последнее время. Это же не вызывает вопросов, почему так происходит. Понятно же, почему. То есть конфронтационный потенциал увеличивается. Вот в чем еще проблема всей этой ситуации. А дальше достаточно одного неверного движения. Человеческий фактор им очень нехороший. Ошибки бывают. То есть, на твой взгляд, вот эта история в Белгородской области, которую сейчас все обсуждают, это тоже как бы еще один камешек в этот же огород? Да. Ну, с другой стороны, политическая цель этого вторжения, да, небольшого в Белгород, в Белгородскую область, оно понятно, дестабилизация южной границы. Россия должна чувствовать, что не только она может все такие вещи позволять, что вот война есть война, и если есть вторжение на территорию государства сопредельного, то вполне возможно, это государство будет атаковать по объектам на твоей собственной территории. Поэтому здесь, как раз с точки зрения международного права, легитимности всего того, что происходит, вопросов нет. Ну, какой-то должен же быть на это ответ, не может же быть, чтобы его не было, правда? Они же не могут позволить себе подобные вещи, чтобы они проходили без ответа. Это дискредитация. Так я это вижу. В глазах населения, кстати, российского, тоже дискредитация. Как это, это наша территория. В итоге война перекрылась. Ну, тут как бы вся проблематика, она понятна, можно эти слова даже не произносить. Поэтому хотелось бы надеяться, что вообще, что это все закончится в общем ближайшее время, но это все не помогает. Кстати, вот насчет закончиться. Ты только что упомянул про то, что сейчас самое необходимое для Украины, это звонок Байдена Путину. Мы с тобой неоднократно говорили на эту тему и обсуждали, что война закончится ровно тогда, когда в Белом доме решат, что пора заканчивать. Правильно я интерпретил? Прекращение огня. Прекращение огня, да. Прекращение огня, я не говорю сейчас о каком-то там мирном соглашении и так далее. На твой взгляд, вот учитывая все вот эти приготовления, поставки там F-16, которые будут там обучение и так далее, то есть где у Байдена вот та самая красная черта, нет, не кнопка, красная черта, за которой вот эта вот история с войной начинает вредить его предвыборной кампании? Ну, вариантов-то много. Либо какой-то уж совсем страшный с ним скандал, связанный с коррупционными делами предыдущей администрации Обамы, например, когда он курировал Украину. Например, первый вариант, да. Второй вариант, реально опросы начнут показывать, что поддержка населения этой помощи падает. Активный рост популянции республиканских кандидатов, которые говорят конкретно, что это надо прекращать, что мы кидаем деньги, вообще непонятно, что. Государства, которого нет, потому что вот эта взятка представителей Верховного Суда, например, она показывает, что государства не существует. Потому что если представитель Верховного Суда берет взятку, то все, что там ниже, дальше и подавно, а это как бы глава судебной всей системы страны. Если в стране глава судебной системы берет взятку, значит, в стране нет судебной системы. Раз в стране нет судебной системы, нет государства. Это failed state. Есть такое понятие международных. Понимаешь, упавшее государство. И зачем мы продолжаем это делать? Ради чего тогда? Никакие наши антирокрупционные действия не помогают, если коррупция залезает на самый верх. Например, да, подобное рассуждение возможно. Ну и, естественно, страх. Американский эстеблишмент, он не самоубийца. Он же понимает в какой-то момент, что... Они же не понимают. В реализме как бы играют роль же только возможности, намерения не играют роль. И в какой-то момент они поймут, что Кремль, в принципе, готов. Потому что государство, опять же, это реализм государства, когда оно сталкивается с экзистенциальным риском, оно, как говорит нам теория, готово идти на экзистенциальный риск же, чтобы этот риск предотвратить. Соответственно, если вдруг Кремль в какую-то секунду почувствует, что то, что сейчас происходит, грозит режиму очень сильно, да, или национальные интересы будут сильно подорваны, и воспримет эту угрозу как на самом деле значительно больше, чем они воспринимают сейчас, хотя и сейчас режим очень не хочет. Это либерально-демократическая Украина, члена НАТО, или с Украины, которую использует НАТО для размещения своей инфраструктуры, например, да, как было до 22-го года, даже без формального членства, например, да. И если Кремль воспримет, что в этой ситуации это прям серьезно такая серьезная угроза, которая уже переходит в рамки только те, которые они были до того, угроза, которая была до того, он может начать действовать всем по-другому, и американский эстеблишмент не очень-то хочет, я так понимаю, умирать, говоря простым языком. Это тоже может подтолкнуть, я думаю, к дьяволу. Такие причины. То есть вот это подталкивание украинцев к контрнаступлению, которое, в общем-то, ощущается со стороны Запада, да, то есть оно в какой-то степени может вылиться, что, мол, все, давайте вот завтра начинайте, и все. Ну вот же были слухи. И мы прекращаем. Вот же были слухи, что Зеленского заставляют начать как можно быстрее контрнаступление, или надо ему садить за стол переговоров. Это оно и есть. Если это так, но мы не знаем, правда это или нет. Вот мой собеседник вчера, Кирилл Молчанов, сказал, например, что это преувеличено, на самом деле, может быть. Но в любом случае дыма без огня не бывает. И понятно, что есть некоторые моменты, потому как траншейная война вообще-то никого не устраивает, вариант Первой мировой никому не нужен. Пока это выглядит так, особенно в Бахмуте, я прошу прощения. И раз так, то, ну, наверное, сторонам надо начинать разговаривать. Но так как Кремль Киев не воспринимает как партнера равноправного в данной ситуации, а только Вашингтон, то, соответственно, надо с Вашингтоном разговаривать. И при этом Байден тоже залезает на это дерево все время и говорит, что мы, во-первых, никакую территориальную целостность Украины, ее слиминитет не можем обсуждать, это первое. И что вообще без Украины мы ничего не можем обсуждать. То есть как бы Иван кивает на Петра, а Петр на Ивана, да, говоря опять же русскими пословицами. И такое впечатление, что нет вариантов никаких больше. Да, все. Значит, надо продолжать бессмысленную бойню, получается. Но тут население начинает нервничать украинское, я думаю, в этой ситуации тоже. Что же правда? Сколько можно, если нет никакого пути выхода? Опять же, разные же опросы в Украине проводятся. Я не знаю, кто за них платит, но есть опросы, которые говорят, что 90% украинского населения сегодня против заключения какого-либо мирного договора на основании территориальных уступов. Если это так, если это правда, в чем я правда-то сомневаюсь, но если это правда, то тогда я не вижу, в принципе, никакого варианта компромисса на этом этапе. То есть Зеленский даже если очень бы захотел, ему просто не позволили сейчас купить в какие-то... Ну, опять же... Мы же не знаем многих вещей. Это такая спекуляция жестковатая получается. То есть мы слишком много неизвестных, чтобы в такой ситуации сказать, да или нет, Саш, на твой вопрос. Это сложная тема. Я не знаю, я не настолько хорошо варюсь внутри украинских коридоров. Я не совсем понимаю, как сегодня вообще военная администрация, а Зеленский еще не военную администрацию возглавляет, ведь у них там чрезвычайное положение. И раз так, у него есть разные полномочия, которых он и нет, и не будет выборов стать в Украине в ближайший год, я так понимаю. Пока есть военное положение, нельзя это делать. Поэтому он сегодня в интересной позиции находится. Она такая, типа Ельцин, сразу после 93-го года. Вот такая позиция. Ну, она удобная для президента. То, что мои собеседники-эксперты говорят мне, что Зеленскому выгодно, чтобы продолжалось все, как есть сейчас. Учитывая состояние украинской экономики, инфраструктуры, дорог и так далее, выгодно, чтобы было так, как есть сейчас. Пока американцы платят, это возможно. Но если для того, чтобы американцы продолжали платить, ему придется положить огромное количество украинских солдат, я не думаю, что он не понимает, что это навсегда похоронит того, как политического лидера, наверное. Опять же, если он добьется успеха, может быть и нет. Но если он не добьется успеха, то это проблема. Риск очень большой. Это тут надо хорошо анализировать его ситуацию. Я его ситуацию, честно говоря, представляю только чуть-чуть. Он в очень непростой ситуации находится. Именно поэтому меня вызывает удивление, зачем он залез на такую высокую пальму, когда он говорил про то, что с Путиным нельзя разговаривать, это нельзя, то нельзя. Мы исключаем эти возможности подобного диалога. Зачем самому себе обрезать возможности потенциально договориться? Я не знаю, я не совсем понимаю. То есть плавать – это искусство компромисса? Конечно, без сомнений. Кирилл, последний вопрос. Я ухожу с украинской темы. У нас просто проходила герцелийская конференция, герцелийский форум. Он проходит каждый год. Там участвуют специалисты, политики, военные, представители развед, разведывательных органов и так далее. Большое внимание, естественно, уделялось Ирану. Озвучена была нашим министром обороны ситуация, что Иран усиленно занимается тем, что на грузовые суда, переоборудуют их, ставят туда вооружение и так далее. Вот эти, так сказать, плавучие базы сейчас будут расползаться по всему, так сказать, морскому пространству. Были разговоры о том, что Иран продолжает прятать, распихивать по горам свои ресурсы, свои самолеты, свои ракеты, причем углубляется все больше и больше. Таким образом, достать их все сложнее. Есть ли в Соединенных Штатах сейчас какая-то движуха, извини за такое слово, в плане Ирана? То есть ничего же, договор, так сказать, ядерная сделка приказала долго жить. Что-то происходит или нет? Израиль очень, так сказать, остро к этому относится, и наши все время говорят, что вопрос этот придется решать, причем очень скоро. Либо Израиль будет это решать в одиночку, либо со своими союзниками, имеется в виду соглашение Авраама, то есть союзными арабскими странами, ну туда же еще там на подходе Азербайджан, где-то там рядом и так далее. Что происходит в Америке на иранском направлении? Главная проблема этой администрации так, что у нас нет стратегии по Ирану. Мы не знаем, что делать. Это первое. Военные скажут, что мы можем что-то делать и должны, только в том случае, если Иран будет стоять прямо на пороге создания ядерного оружия. Израильтяне считают, из того, что я читаю и понимаю, да, security, израильский security establishment, то минимум за полгода это нужно делать тогда. Это принципиальная разница в том, как Израиль планирует военную операцию, как Америка потенциально планирует военную операцию. Но нет стратегии. Эта администрация сейчас не в том состоянии, не с теми ресурсами для подобных планов. Никто не занимается активно продумыванием удара, например, или какими-то еще способами, или возобновлением диалога, например. Ну, теоретически. Нет стратегии. Поэтому были консультации. Саллиман же прилетал, звонил, правильно? Остин взговаривает с министром обороны, с Гаунтом. Там это все происходит. Есть определенная координация. Америка хочет больше информации, шеринг, да, чтобы больше делились спецслужбы информации друг с другом. Против чего Израиль не особо радостно в эти объятия бежит, потому что это уменьшит его свободу неояльный, эффект неожиданности, правильно? Поэтому тут сейчас непростая динамика, а между американо-израильским security establishment, именно по иранскому вопросу. Беннис, всем понятно, что же Байден на самом деле планирует делать, потому что нет стратегии. Напоминает рэндом поведение такое. Адхак, говорят компьютерщики здесь. То есть как бы давайте по течению будем плыть и посмотрим, где в какой момент мы увидим какой-то выступ, за который мы сможем схватиться. Но выступа может не оказаться, а течение чем дальше вниз в какой-то момент начинает ускоряться и привести к водопаду где-то. Могут быть пороги, правильно? Этот момент нужно все время понимать и учитывать. Поэтому, ведь все, что хочешь, может произойти. Хизбау никто не отменял, и много чего. И север правда опасный сейчас. Я уже не говорю про Иудею и Самарию. Все как бы неспокойно. Есть игроки даже на вашем поле, там, ну да, в Иудее и Самарее, которых Иран проплачивает. И самский джихад, я так понимаю, спонсируется Ираном в принципе. Соответственно, существуют моменты... По процентам. Я не знаю, может быть, не все деньги от Ирана. В основном, 99. Если Хизбалла, там еще 50-50, как говорится, то исламский джихад, это чисто иранская. Вот, хорошо. Если это так, то есть в Иудее, Самарее и Евгазе, есть реально, конкретно, прямо агент иранского влияния, который дестабилизировать будет ситуацию дальше. Что-то нужно делать. И все понимают, что-то нужно делать, но кто же на это... Опять же, на Таньян... Никто не хочет войти в историю, да? Не, ну, может быть, в историю просто насколько... Я все этот вопрос задавал многим людям, разным израильским основным генералам, разным экспертам израильским, и они как-то отвечают на этот вопрос неуверенно и нервно, когда я говорю, ребят, новая инфраструктура-то израильская, не готова, ну, 3 миллиона с половиной человек, которые живут в Гуздале, они куда денутся? Эти люди куда денутся? А миллион человек в северной части, куда он денется или больше? Куда? Это же совсем... Мы даже не можем представить, что это такое, если правда это начнется так, как мы это видим. Правда ведь? Поэтому тут как бы очень много еще того, что просачивается в прессу, есть психологическое давление на Иран. Без сомнения. Каждая утечка, каждое слово, каждый жест, все идет туда, все мониторит с иранцы, все мониторит, они все смотрят. Кучу иранцев нельзя обвинить, так это в том, что им не хватает ума, или не хватает образования, или не хватает уровня развития. Все хорошо там, в этом плане. Они интеллектуально прекрасно развиты, этой империи 3000 лет, они никуда не делись. Поэтому они старая игрок. Поэтому здесь представить себе, что где-то кто-то что-то недопонимает, поэтому за каждым сигналом следят внимательно. Есть надежда сейчас, честно говоря, у меня надежда только на Китай. Я прошу прощения за это. Вот эта вот договоренность с Саудитой... Такой непатриотичный как-то, да? Только на Китай сейчас. Потому что Китай, игрок внешний, зашел на поляну и решил, что, ребят, раз у меня с двоими игроками отношения хорошие, давай я это буду использовать. И это, наконец-то, разумный подход, незамыленный, классический. Уже послами сейчас обменяются Иран и Саудовская Аравия. Потому как все понимают, что если такая большая война возникнет, с другой стороны, если в регионе начинается хоть какое-то потепление между Ираном и Саудитами, я не вижу смысла Ирану идти через этот порог. Потому что испытание ядерного оружия это опасная история. В этот момент все знают, что оно у тебя есть, и ты над ним работаешь, а возможности для ответного удара у тебя нет. Этот момент, он момент стратегического принятия решения. Да или нет? И я совсем не уверен, что Иран решил, что он хочет что-то делать. Но если он да, решил, все должны быть готовы, и должна быть стратегия. Я допускаю, что у Израиля есть план А, да, по атаке. Я сомневаюсь, что он есть в Америке, очень сильно. И что Америка даже хочет его просчитывать. Так это выглядит со стороны. По крайней мере, пока. Я могу ошибаться, но так мне это представляет. То есть, а Китай, как такой большой-большой брат, может вообще всех посадить, так сказать, за стол и заставить... Ему выгодно. Китаю выгодно, чтобы торговля и поток углеводородов, и его инвестиции были защищены. Ему война на Ближнем Востоке совсем не нужна. Цена нефти поднимется так, чтобы мы в Йом-Кипур такого не видели. Поэтому, ну что, это никому не надо. Совсем. Миру это не надо совсем. Поэтому, и все понимают, что, в принципе, и Ирану это не надо, и Саудитам это не надо, и Израилю не надо. Но Израиль с Ираном не может разговаривать. Правда ли? Кто может разговаривать? Китай может. Саудиты могут, как мы выяснили, могут. Пусть разговаривают, пусть они решают этот вопрос. Для Америки это означает завершение американской демоны. Это важный момент, который нужно понимать. Вот как бы все, что я хочу сказать. Амин. Спасибо. Спасибо большое. С праздником. Наступающий праздник. Хак Самея. Да, Хак Самея. Кирилл Задов, Руисей Радио, Курат Нью-Йорк. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Подписывайтесь на канал Кирилла Задова. Кирилла Задова.